Разовьём и приумножим. О необходимости поддерживать бизнес в отдалённых районах говорили в Старой Кулатке. В борьбе за вымпел. Современная коммуналка глазами собственников квартир. В материале Эдуарда Истомина. Как сделать город-сад? Любовь Фомичёва расскажет, какие вопросы поднимались на аппаратном совещании в мэрии Ульяновска. Только сбалансированное развитие всех районов области обеспечит экономическую стабильность региона. Такой стала тема нынешней встречи в Старо-Кулаткинском районе. С места событий наш корреспондент. Когда-то по стране линолеум производили 28 заводов, рассказывает Рафаэль Узбеков. Сегодня в Приволжском округе нет ни одного. Его предприятие обещает производить 350 тысяч квадратных метров продукции в месяц. Для сельской глубинки, откуда и сам директор, это пять десятков рабочих мест и налоги в бюджет. Специалисты, они всеместные. Подобрали из местных жителей. Особенно приветствуется у нас привлечение молодых специалистов, окончивших вузы. Буквально недавно у нас технолог. Буквально в 2014 году закончил и хотел уже поехать в Москву, но мы его не отпустили. Со слов о необходимости поддерживать бизнес в отдаленных районах и началось. Нынешнее совещание для местных предприятий уже готов к пакет господдержки. Мы действительно должны поддержать этот проект. Мы должны будем сделать все, чтобы у организаторов этого проекта не было проблем с финансированием. В широком смысле этого слова скажем, чтобы мы пролобировали его интересы и перед банками, но и сами, конечно, ему помогли. Потому что в перспективе иметь хорошего налогоплательщика на территории муниципального образования, иметь хорошего работодателя для нескольких десятков жителей Старокулатинского района, это дорого стоит. Соглашение об экономическом развитии, который главы районов каждый год подписывают с губернатором в 2014-м Старокулатинский выполнил на 56%. О том, много это или мало, высказался министр экономического развития Олег Асмель. Необходимо, я считаю, дать взвешенную оценку, в чем слабые и сильные стороны Старокулатинского района были в прошлом году. Так вот, положительный момент, который бы я хотел отметить. Индекс строительной отрасли, темпы производства мяса, они были гораздо выше, чем в среднем по области. Уровень безработицы, уровень преступности, уровень убыточности предприятий и организаций, он был лучше, чем в среднем по муниципальному образованию Ульяновского. Как заявляет в правительстве, поддержка отдаленных районов – один из главных пунктов, принятый в декабре, стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года. Игорь Котов, Борис Шибалдов, Вести, Старокулаткинский район. В Ульяновске борются за переходящий вымпел. Три дома из одноименного ТСЖ решили сменить способ управления. Но выборы с самого начала пошли по лихо закрученному сценарию. О кнуте и прянике в современной коммуналке. Эдуард Истомин. На Ленкома-24 собственники квартир взбунтовались против председателя ТСЖ «Вымпел». По мнению людей, живут они не в домах, а в королевстве датском. Но, как сказал Шекспир, подгнило что-то в нем. На самом деле у нас ТСЖ нет. У нас есть королевство Загороднево. Он у нас король полновластный, самозванный. По мнению активистов, ТСЖ сдержится на липовых протоколах липовых же собраний собственников. Как итог, в доме минимум жилых услуг. Хотя тариф 25 рублей с квадратного метра. Вот такая вот бумага тоже его. За 8 лет впервые. Это перечень работ необходимых для проведения. Которые он из них прочитал, я посмотрел. Ну, максимум может быть 2-3 процента выполняется. Остальные деньги куда-то деваются. А это кадры трехмесячной давности. Люди мерзнут в домах. От недотопа их спасают либо обогреватели, либо электроплиты. Квартирии савых идут и на это, чтобы не заболел их малыш. Ну, мы звонили к нему, ходили. У меня муж ходил туда. И он послал его просто. Сказал, что все нормально. Собственники созывали собрание. От председателя ТСЖ требовался отчет о работе. Разговора по душам не вышло. Люди решили сменить способ управления домами. Но и противная сторона, похоже, не дремала. Каждый должен ему сообщить, что он в общем собрании собственника помещения вышеуказанного на квартирном доме о смене способа управления участия не принимал. И собирал подписи. Очное голосование сменила за очко. Но людям рассовали пряники в почтовые ящики. Судя этим бумажкам, ТСЖ посулило не брать с людей плату на ОДН. А собак всех за небаланс повесили только на должников. Ряд жителей поверил этой затеею. Он их матом посылал, матом крыл, ругал, кричал. Теперь они опять к нему идут и хотят у него остаться. Такие люди срывают выборы и нисколько не думают о том, что у них останутся дети, внуки. И тоже будут в таком же рабском положении. Кроме пряника был и кнут. В этой прокламации собственников пытались отвратить от управляющей компании. Пугачом стали ее долги перед энергетиками. Для коммунальщиков это удар ниже пейджера. Что так непорядочно председатель ТСЖ проводится, значит, это собрание проходит, собственно, что его методы, конечно, неприемлемы. От общения с журналистами руководитель ТСЖ отказался. Как выглядит председатель, они не ведают. Похоже, прав был Кант. Ведь бытием обладают лишь вещи в себе. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Озеленение, благоустройство города, ремонт дорог. Это и многое другое обсудили на аппаратном совещании в администрации Ульяновска. Любовь Фомичева подробнее. Тема дорог стала одной из главных на аппаратном совещании в администрации города. Как только температура воздуха выше нуля будет сохраняться и днем, и ночью, начнутся ремонтные работы. Графики уже составлены. Техники, которые приобретены, дополнительные механизмы, только стройный индиционный метод после окончания зимнего периода мы переоборотим машины и начнем работу. С 1 по 30 апреля движение тяжелого автотранспорта по дорогам Ульяновска будет запрещено. Об этом гласит постановление главы администрации о временном прекращении движения большегрузного транспорта на территории города Ульяновска. Еще одной темой совещания стало благоустройство и озеленение города. Будет высажено порядка 730 тысяч однолетних цветов. Это порядка 188, по-моему, цветников. То есть это ежегодно идет с увеличением. То есть в этом году мы увеличили где-то процентов на 20 цветников. Все работы по озеленению и благоустройству должны быть закончены ко дню города, заявил глава администрации города Ульяновска Сергей Панчин. Большое внимание будет уделено и садовым обществам. Каждый в своем дворе, в частном ли доме, на территории приусадебных участков, на территории садоводческих обществ, центральных улиц. Это все мы должны с вами сделать. А именно со следующей среды мы начинаем серию совещаний традиционно именно с председателями садоводческих обществ. Также на аппаратном совещании говорили о результатах мониторинга стоимости продовольственных товаров. Как оказалось, по уровню цен в Приволжском федеральном округе Ульяновск занимает третье место. У нас дешевле молоко, сметана, сыры, а также картофель и капуста. Мониторинг проводили в 14 городах ПФО. Любовь Амичева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Расстанемся ненадолго и вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Липы больше не зацветут. Общественности и экологи негодуют. На локомотивной срубили деревья. Охота на нелегалов. Дорожные инспекторы и специалисты главной госинспекции регионального надзора проверяют такси. По местам боевой славы делегация социальных туристов вернулась из Волгограда. Продолжаем выпуск. Деревья срубили, причем незаконно. Сразу 19 лип попали под спил на улице Локомотивной. Власти и природоохранная прокуратура проводят проверки. Вот на этом месте росла в точности такая же липа, как вот эта. Они были ровесницей, были посажены в один год и в один и тот же день. И их не стало за одну ночь. Мало того, что пилили в темное время суток, так еще и специально очень низко. А для маскировки засыпали оставшиеся пеньки снегом. Часть спильных деревьев складировали за уцелевшим кирпичным забором. Но бдительная общественность спилы углядела и сразу поднялся шум. Ведь деревья на этой улице несут важную санитарно-защитную функцию. Липы, они для городской среды очень благоприятные деревья. Потому что, во-первых, они очищают воздух от выхлопных газов. И каждая липа, она на себе аккумулирует на своих клейких листочках килограммы пыли. Выяснилось, что спилили деревья без какого-либо разрешения. В региональном министерстве сельского хозяйства сейчас рассматривают две версии произошедшего. Первое. Деревья спилили для того, чтобы вывеска нового магазина была лучше видна с дороги. Второе. Липы попали в зону безопасности вновь установленного газопровода. Который, кстати, построили без соответствующих согласований. На сегодняшний момент сотрудники Департамента природопользования и экологии и Департамента лесного хозяйства выезжали на место, провели фиксацию признаков экологического правонарушения. Был произведен замер спилов данных насаждений. Произведен расчет объемов погибших деревьев. Выдача разрешений на снос деревьев вдоль автомобильных дорог входит в полномочия районной администрации. А администрация железнодорожного района данную затею не одобряла, разрешение не выдавала. Сейчас, по данному факту, природоохранная прокуратура проводит проверку. В зависимости от причиненного ущерба, может быть, судом принято решение о привлечении к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы. Более того, в Ульяновской области действует моратория на уничтожение зеленых насаждений. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона. И если виновного найдут, то кроме штрафа или срока, ему придется компенсировать спиленное. То есть вновь посадить утраченные деревья. Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести Ульяновск. За нелегальный извоз арестуют автомобиль. В Ульяновской области продолжают инспектировать службы такси. Проверки устраивают не только в областном центре, но и в районах. Так, в рейд в Новую Ульяновске вышли дорожные инспекторы, полицейские, специалисты главной госинспекции регионального надзора. Они проверили, есть ли у водителей лицензия на перевозку пассажиров. Все нарушения инспекторы фиксируют в протоколе. С начала года в области провели 17 подобных рейдов. Но если легальные перевозчики за нарушения расплачиваются штрафами, то за отсутствие самой лицензии можно расстаться и с автомобилем. Мы с прошлого года ввели такую практику, изъятие автомобиля. То есть сотрудник полиции вставляет протокол, машина справится на штрафстоянку до решения суда. В первую очередь главный результат, чтобы легализовать. Все понимают, что если таксист легализованный, он проходит медик, он проходит техника, машина исправна встанет. С Нового года, скажем так, поток, поток вот именно с Нового года, если брать цифры прошлогодние, на эту дату и на сегодняшний, то уже порядка двухсот с лишним таксистов пришли, подали заявление о получении из решения. По данным главной госинспекции регионального надзора, в Тене продолжает работать половина перевозчиков, а это более двух тысяч таксистов. Ульяновские ветераны прогулялись по местам боевой славы. Очередная делегация социальных туристов вернулась из Волгограда. В регионе сегодня подвели итоги одноименного проекта, который поддерживает пожилых ульяновцев. Глава губернии вручил сертификаты на поездку в следующей туристической группе. 36 миссионеров уже в начале апреля поедут в Белоруссию. Напомню, бесплатные путевки могут получить ветераны боевых действий и труда, а также тружники тыла и дети войны. Участники проекта поблагодарили губернатора области за предоставленную возможность посетить места боевой славы и поделились впечатлениями о поездке. Сегодня на встречу в Ульяновском государственном университете они принесли даже подарки и сувениры. За чашкой чая пенсионеры рассказали, как посетили обзорные экскурсии по городу-герою и мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. «Было приятно увидеть, что на Мамаевом кургане третий слева от стелы лежит наш земляк Хазов Валентин Петрович, который коврысово урожение Суворского района. Я землю вот с таким вот патроном, который, коврысово был взят оттуда, с Мамаевого кургана, передали в Суворский техникум. Я думаю, она полезна и для того, чтобы пока мы ветераны еще живы, другие, коврысово участники войны живы, воочию прикоснуться к той священной земле, которая горела, коврысово, которая была обожжена кровью». А позже региональные власти подвели итоги работы органов соцзащиты, занятости населения. Консолидированный бюджет ведомства в прошлом году составил без малого 10 миллиардов рублей. «Было разработано, внесено и принято 9 законодательных актов и 2 постановления правительства, обеспечивающих повышение адресности мер социальной поддержки и внедрение критериев нуждаемости при их предоставлении». Ключевой задачей социальной политики 2015 года станет повышение эффективности и адресности помощи. Кроме того, в регионе начнут внедрение новых стационарно замещающих проектов. Это приемная семья, медико-социальный десант, телезабота. В Ульяновске выбрали лучший центр здоровья. Специальная комиссия оценивала работу всех семи городских центров. В чем они состязались и кто стал победителем, расскажет Анна Панова. Ежедневно примерно 50 человек проходят здесь один и тот же путь от кабинета к кабинету. Сначала записывают перенесенные заболевания и болезни в семье. Уже на этом этапе можно выделить наследственный фактор риска. Затем измерение АД и пульса роста и веса, обследованию кардиолога, стоматолога и окулиста. Кровь берут для анализа уровня сахара и холестерина. В результате у пациента остаются не только результаты анализов. Врачи подробно рассказывают о том, на что нужно обратить внимание. Мне, так сказать, сказали упражнения некоторые, которые нужно делать. Вот я буду их выполнять и через полгода приду сюда снова. Виктория пришла сюда вместе с однокурсниками. Для студентов с окончанием обследования визит не закончился. Помимо такой общей диагностики в Центре здоровья можно узнать и много нового. Например, о том, как вредные привычки влияют на организм. Беда нынешних студентов при страсти к фастфуду и, как следствие, лишний вес. Конечно, они мало проводят времени на свежем воздухе, нет физической активности. Мы стараемся таких подростков привлечь к нам на занятия в тренажерный зал. Тоже бесплатно. И они с удовольствием приходят. И специалист по адаптивной физкультуре занимается и помогает им. Похожую работу проводит каждый из семи Центров здоровья в Ульяновске. Кто лучше, выяснили с помощью конкурса. В его рамках специалистам предлагалось пройти несколько этапов. Подготовить санбюллетень, провести мастер-классы и лекции на предприятии. И хотели, опять же, этим конкурсом привлечь внимание всех жителей нашего региона к этим Центрам здоровья. Потому что этот конкурс, опять же, был направлен на информированность населения о существовании Центра здоровья. Порой ведь люди даже не знают, что рядом с ними находится Центр здоровья, куда можно прийти, бесплатно обследоваться и получить углубленное консультирование по здоровому образу жизни, по факторам диска каких-то заболеваний. По словам Павла Смирнова, проигравших в этом конкурсе не было. Ведь все Центры здоровья одинаково хорошо выполняют свою работу. И вопреки мнениям скептиков оказались востребованными у ульяновцев. Но конкурсная комиссия смогла выбрать лучшее учреждение. Диплом за первое место достался Центру здоровья при детской поликлинике номер 6. А на Паново Денис Миронов, Вести, Ульяновск. О погоде через несколько секунд. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эволар». В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 2 до 7 градусов ниже 0. В Ульяновске от 2 до 4 морозов. Завтра днем по области плюс 3, плюс 8. В Ульяновске от 3 до 5 градусов ниже 0. Ночью и утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица.